Кстати, о мирных переговорах, так называемых, в последнее время часто, ну давайте так, не часто, чаще мы начали слышать из России. Вот как минимум за последние две недели дважды топ-чиновники и представители правительства в России заговорили о том, что Россия готова к переговорам по украинскому вопросу, как они говорят, к вопросам по Украине. Об этом заявил и помощник Путина Ушаков, и в конце октября об этом говорил и министр обороны оккупантов Шойгу. В Украине в офисе президента, кстати, отреагировали на эти заявления, говорят, что когда кто-то в России, цитирую, Михаил Подоляк так заявил, когда кто-то в России произносит слово переговоры, на самом деле нужно читать, цитирую, не дайте нам проиграть. В целом, о чем может свидетельствовать вот этот тезис, который чаще стали произносить представители страны-оккупанта, о том, что Россия готова к переговорам? Ну, Путин достиг необходимых целей. Часть Украины оккупирована. Это очень похоже на то, что... Ну, это относительно, относительное достижение. Декларировались-то совсем другие цели. Причем здесь что декларировалось? Мы сейчас говорим о реальной ситуации, Алексей. Часть Украины, значительная часть Украины оккупирована. Часть Грузии оккупирована, и там остановлена война. Часть Молдовы оккупирована, и там не проводятся военные действия. Часть Сирии оккупирована, и там закрепились российские войска и спецслужбы. Путин достиг целей, которые он ставил перед собой задачи. Часть Украины оккупирована, и это рычаг, с помощью которого он может влиять на международную политику. И он может представить и представляет уже сложившееся положение как победу России. Мы с вами понимаем, что это никакая не победа, и это территории, которые будут превращаться все больше и больше степени в пустыню. Так же, как Крым. Понимаете, то, что Крым начнет снабжаться водой, не означает, что он рассветет, как сад. Там не может развиваться бизнес. Там оперируют в бизнесе и во власти бандиты, просто откровенные бандиты. Там перепродается собственность чужая, не принадлежащая этим бандитам. Они оттуда вывозят из Массандра вино, вывозят мои любимые массандровские вина. Понимаете, это бандиты, и ждать от них чего-то хорошего просто не стоит. Путина это устраивает политически. Я думаю, что как временная мера до следующего кризиса власти, его это все устраивает. Дальше будет происходить следующее, так сказать. Военные действия действительно могут быть приостановлены до следующего кризисного падения цен на нефть. Когда падение это приведет к какому-то резкому подорожанию цен внутри России, резкому ухудшению экономического положения общества. И тогда Путину опять понадобится мобилизация. Он может начать войну в Грузии, в Казахстане, в Молдове, в Финляндии, в странах Балтии, в Украине, где угодно. Вот Станислав Белковский прогнозирует, что Путин может объявить об достижении целей и окончании так называемой специальной военной операции еще до выбора, в феврале. Потом провести выборы, переизбраться, грубо говоря. А после этого посмотреть, как будет развиваться ситуация и потом, может быть, снова начать боевые действия. Но в целом вы верите, что, допустим, заявить о том, что цели достигнуты, что специальная военная операция так называемая закончена, вот об этом могут заявить вот-вот уже, грубо говоря, в аккурат выборов весной в марте 2024 года? Да, это вероятно, и для этого даже не обязательно останавливать военные действия. Остановка военных действий – это тоже ведь шантаж, вот эти бомбежки, которые продолжают проводить Путин. Это шантаж украинского общества и руководства Украины. Попытка вынудить их заключать или соглашаться с оккупацией и, в общем, хотеть мира, хотеть приостановки этих военных действий, хотя бы на время. Это все правильно. Возобновить военные действия он может в любой момент после этого. На самом деле не только в Украине, еще там лаковые кусочки в Казахстане находятся. После Украины из тех стран, где еще не было военной интервенции российской. Следующий Казахстан, по вашему прогнозу? Понимаете, это же вопросы тактические. Может быть, может быть, в следующем оказаться и там Эстония. Вот. Все зависит от того, в какой степени и кто будет у власти там в Соединенных Штатах. Если к власти вернутся республиканцы через год, я думаю, Путин будет опасаться проводить такие эксперименты. А с Байденом, с Демократической партией, то, понимаете, это же было проверено на Крыме. Ну, не просто не прореагировали, а открыто позволили Путину захватить Крым, напасть на Украину. Вот. Проблема там в меньшей степени в Путине. Проблема в том, что происходит в Соединенных Штатах. Друзья, вы ваши мысли не забывайте оставлять в комментариях. И, пожалуйста, лайк этой беседе авансом поставьте. Да уже что там авансом. Мы сегодня такое количество тем обсудили, я думаю, на которых у вас найдутся свои мысли. Поэтому обязательно палец вверх нажмите. Пускай большее количество людей увидит нашу сегодняшнюю беседу. А мы, Константин Натанович, еще, конечно, не можем обойти тему Ближнего Востока. Я вижу у вас сзади флаг Израиля. Наши зрители тоже в абсолютном подавляющем большинстве своем поддерживают народ Израиля. Особенно те, кого коснулась террористическая атака, чьи родственники сейчас в плену или погибли. Нас смотрят много из Израиля. Я думаю, что эту тему мы никак не можем обойти. Поэтому давайте поговорим о том, что сейчас там происходит. И на самом деле вот неутешительные, скажем так, высказывания звучат уже с разных сторон в отношении руководства Израиля и от партнеров, я имею в виду. Ладно, мы привыкли к позиции Эммануэля Макрона. Мы понимаем большая мусульманская община. Он вообще заявил, что Израиль должен прекратить, цитирую, убивать младенцев и женщин в секторе Газа. Мы понимаем, что все эти цифры, тысячи и тысячи, которые, чтобы не каждый день там обновляются, якобы погибших гражданских на территории сектора Газа, это лишь информация от террористов, никак проверить ее нельзя. Однако мы видим, что конъюнктура меняется, что меняется, скажем так, общественное восприятие, причем даже в Соединенных Штатах. Вот меня очень, например, встревожили несколько заявлений. Во-первых, Блинкен открыто заявил, что в секторе Газа слишком много убитых гражданских. То есть упрекнул Израиль. Ройтер сообщает, что Байден на медне просил Нетаньяху приостановить операцию в Газе как раз из-за большого количества жертв. В целом, Константин Натанович, как вы наблюдаете? То есть не придется ли Израилю силам обороны останавливаться на полпути, так и не достигнув вот этой задачи уничтожения силового крыла террористов? Ну, это как задача минимум, да? То есть для того, чтобы подобная атака не повторила. Израиль, независимое государство, много раз это демонстрировало. Свои позиции на Нетаньяху, на Израиль. Ну, вообще не очень сильное впечатление производит заявление Макрона, Байдена. Израиль проводит независимую политику, поставлена задача уничтожения Хамас, поставлена задача уничтожения, на самом деле, очень мощной инфраструктуры, которая включает заводы по производству вооружений, каналы поставки оружия, каналы перемещения, так сказать, этих боевиков. Вот Израиль, мне кажется, будет решать эту задачу в той степени, в которой это нужно ему, Израилю. Он активно игнорирует вот эту двойственную, очень двойственную позицию европейских лидеров, которые призывают гуманизму тех, кто прислушивается к их мнению. Ну, вот государство там, руководство государства Израиль. Они не призывают к гуманизму, Хамас, террористов, понимая, что это просто бесполезно. Вот, так что я очень надеюсь, почти уверен в том, что Израиль достигнет своей цели. И цель эта проста – уничтожение Хамаса. В свое время у американцев, правда, не при этой демократической администрации, была цель уничтожить исламское государство, тоже такое распределенное террористическое движение. Ну, в общем, нанесен был существенный ущерб исламскому государству. Может быть, не уничтожено полностью, но учеб был таким сильным, что там потребовалось много лет для восстановления, так сказать, структур, там, близких вот к исламскому государству. Израиль в данном случае на Таньяху действует очень прямолинейно и правильно, мне кажется. Надо эту проблему решить. Если ее не решить, значит, это просто опять отложить нападение на Израиль. Там же ведь, понимаете, собственно говоря, вот это нападение, когда погибло полтора тысячи человек, 1400 и там 200 с лишним заложников – это часть кампании. Основная часть кампании – это пропагандистская кампания по всему миру. И это такое идеологическое противостояние с Израилем, создание вот этой антисемитской волны. Это Ливан и Сирия, которые пытались воздействовать на Израиль военным путем, получили по шапке очень серьезно, в том числе и от американцев. Так что это часть, только часть кампании, то, что вызвало шок у нас, у людей, которые, так сказать, не выступают с идеями абстрактного примирения. Мы хотим, чтобы эти террористы прекратили существовать. Да, именно для того, чтобы это снова не повторилось. И вот здесь возвращаемся к нашему самому разговору о заморозке конфликта, который, если будут подталкивать Украину. То есть это только лишь вопрос времени, когда это разгорится снова, когда нападут опять. Я правильно понимаю? Здесь параллель четкая. Ну, не совсем так, понимаете. То есть все-таки Украина показала, что она способна защищаться, даже в отсутствии достаточного количества вооружений. Я думаю, Путин сильно подумает, прежде чем нападать на Украину в следующий раз. Особенно, если Украине удастся накопить современного оружия. Вот. Тем не менее, успокаиваться нельзя, пока у власти эти бандиты. Они могут напасть не только на Украину, но на Польшу, кстати говоря. Вот много говорится о возможности пробития вот этого коридора к Калининграду. Страны Балтии. Это же Лукашенко грозится, значит, туда силой коридор пробивать. Да. Вот. Страны Балтии, Финляндия, Казахстан, Центрально-Азиатские республики. Ну, у Путина, так сказать, много возможностей действовать. В той же Сирии, Израиль. Нет никаких сомнений, возвращаясь к предыдущему вопросу, что Россия участвовала в этой всемирной кампании борьбы с Израилем. Пропагандистские антивоенные выступления, они очень типичные. Вот в стиле КГБ. Там 70-х, 80-х годов. Такая мобилизация самых разных организаций, финансирование их. Ну, вот все то, что происходило, когда останавливалась война во Вьетнаме, пропагандистскими средствами в других случаях.